Добрый день дорогие друзья! Вы на канале Мое Хозяйство. Я уже рассказывала летом о таком растении как послен черный, которое случайно вырастила на своем участке. Мне дала его коллега, сказала, очень вкусные будут ягодки осенью. Давай посади, выращивай. Я посадила, вырастила. И вот у меня послен черный поспел. Посмотрите какие-то обильные кисти на этом растении. Он довольно высокий, метр высотой где-то у меня получился. И весь, весь, совершенно весь усыпан вот этими вот своими черными ягодами. Ну, что вам сказать? На вкус, на любителя, на любителя зеленых помидор, не знаю, сырой картошки, все равно он отдает вот какими-то такими вещами. Вот я, ну, сейчас уже лучше они стали, более спелые. Но все равно отдает вот зелеными помидорами. Вот этот вот такой характерный привкус посленовых вообще. Но, говорят, опять очень вкусное варенье. Поэтому я сегодня собираю послен черный и варю из него варенье, чтобы рассказать вам, стоит ли вообще заморачиваться с таким растением. Говорят, что это очень-очень-очень-очень полезное растение. В нем масса полезных микроэлементов, которых не содержится в других плодах. И поэтому для здоровья он очень полезен. Зеленые ягоды ядовиты, черные ягоды очень полезны. Вчера пошел дождь, так я вчера и не собрала послен. Вот сегодня я собираю послен. Смотрите, видите, он красится, у меня руки синие стали. Выбираю самые крупные ягоды, мягкие, чтобы были спелые, 100%. Раз уж решилась на такой эксперимент, соответственно, буду делать все как следует. Итак, набираю вот майонезное ведерко и буду варить варенье. Ну вот, набрала 700 грамм послена, взвесила, помыла его хорошенько, оборвала все плодоножки. Вот, смотрите, видите, у него вот плодоножки такие попадаются. Это все надо убрать, всю зелень вообще удалить. О, вот еще вижу одну ягодку. Вот, видите, у нее тоже плодоножка без палочки, но все равно есть. Вот у меня кастрюля с толстым дном. Я засыпаю туда сахар и чуть-чуть воды на дно, чтобы сахар мог легко раствориться. И тем самым варю сироп. Как только образуется сироп, то есть сахар растворится, сразу же опускаю туда ягоды послена. Вот, сейчас сахар разойдется. Это будет очень быстро. Нужно все время помешивать. У меня кастрюля с толстым днем. Это специально я для заготовок кастрюлю покупала. В ней можно даже поджаривать немножко, обжаривать что-то. Ну и вот очень хорошо варить варенье. Вот он, сироп образовался. Сахар уже жидкий, в основном растворился, расплавился. И опускаем туда теперь ягоды. 700 грамм сахара и 700 грамм ягод послена. Высыпали ягодки и теперь все тщательно перемешиваем. Вот сахарный сироп закипел. Варенье наше варится. Все время нужно помешивать, чтобы все это хорошо варилось. Смотрите, что происходит. Закипел сахарный сироп и появилась такая фиолетовая лиловая пена. Совершенно экзотический цвет. Я даже представить себе не могла, что что-то подобное будет. Ну вот варенье все такое же лиловое. Запах довольно приятный. Сахарного сиропа и ягод. То есть помидорами не пахнет и картошкой не пахнет. Хотя вкус у них был помидорно-картофелями у этих ягод послена. Вот так вот он варится. Сейчас я убавила температуру. Ну что, оставляем на медленном огне вариться 40 минут. Это я погуглила, сколько ягодам нужно вариться. Ну вот говорят, что 40 минут нужно варить. Поэтому я рисковать не буду. Буду варить тоже 40 минут. Все, убавила огонь вообще совсем маленький. На троечку. И закрываю крышкой и пусть варится. Теперь он у меня 40 минут. Прошло 20 минут. У нас промежуточный контроль. Смотрите, у меня варится на медленном огне. Все время кипит потихонечку. Но вот пенки практически нет. Вообще нет пенки. Ту, которая первая образовалась, я сняла. И сейчас пенка больше не образуется. Ягоды стали уже мягкими. Полопались. Весь сок отдали. Видите, какой он суп темный. Вот такой сиропчик темный. Ну вот, варенье наше посленовое сварилось. Такое вот получилось варенье. Как обычное, как любое другое варенье. Но с таким вот лиловым цветом. Смотрите, какой оттенок. Вот такой вот цвет. Чернила чернилами. Так, недаром послен используется для окрашивания тканей. Его всегда издревле использовали в этих целях. Но варенье это считается деликатесным, лакомством считается. Очень редким таким продуктом. Поэтому мы будем довольны собой, что сделали такое варенье. Сейчас разложу его по баночкам и покажу вам еще, как оно будет выглядеть в розеточке. Ну вот, наше варенье. Едим его второй день. Все живы-здоровы и нравится. Вкусное варенье. Ни на что не похожий вкус. Ни на что не похожий, понятное дело, цвет. Вы видите, этот лиловый цвет. Но это не черника, это не слива. Это вот такой вот какой-то лиловый абсолютно цвет неопределенный. В первый раз вижу такой вот. Видите, вот на стеночке специально оставляю. Это именно послен. Отличается от всего. Вкусное варенье. Действительно, это лакомство, можно сказать. Поэтому очень рекомендую вам. Сажайте у себя послен. Выращивайте его, собирайте и варите. Вот такое вот вкусное, отличное варенье. С такими ягодками довольно-таки определенного размера и формы. То есть они не расползлись, а так вот немножко форму держат. Хотя, конечно, полупались. Ну вот, приятного вам аппетита. Мой эксперимент с посленом закончен. Варенье из него понравилось. На следующий год обязательно буду выращивать снова послен черный у себя на грядках. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Смотрите все рецепты, которые есть у меня. Смотрите мои рассказы про огород и сад. Желаю вам приятного аппетита и хороших вам урожаев.